На берегу этого замечательного озера, который я по-бедлядски назвал Прудом, меня тут же поправили, это не пруд, это озеро Ну я согласен, на самом деле, для пруда как-то слишком великовато Мы стоим, такое неожиданное начало Я много раз бывал в городе Казани, у меня был выпуск, после которого мне прилетели Потому что я там воздал должное татарам И, в общем-то, возмутилась определенная часть населения По поводу того, что я хоть и русский человек, а вот так вот не патриотичная мысль Ну, мне кажется, это какие-то комплексы неизжитые Мы, в общем-то, одна страна И как раз республика Татарстан показывает, как можно сделать хорошо Вот в одном месте, причем это место не только Казань Это место простирается и за пределами Тем самым, собственно, ситуация в корне отличается от России и Москвы, допустим Позади нас вот там находится первая каменная мечеть Которая была построена с разрешения Екатерины Второй Екатерина Второй тут очень любит Собирается ей даже памятник поставить Опять-таки сравните с различными ситуациями на территориях различных бывших советских республик Не будем упоминать их в суе Но очередной приезд в Казань продемонстрировал очередной прогресс Например, я был приятно поражен тем, что меня заставили пристегнуться даже на заднем сидении Здесь огромное количество камер понатыкано Здесь никто не гоняет 120 или 140, потому что тебе сразу же прилетит за это И тут же улучшилась, вы не поверите, статистика дорожно-транспортных происшествий С смертельным исходом Могу сказать защиту Москвы, что там сейчас тоже стало с этим гораздо комфортнее Я вот освоил каршеринг в столице нашей Родины И я просто сравниваю то время в середине нулевых Когда я, собственно, жил в Москве и приезжал в город Казань Мне казалось, что я получил права в 2003 году Мне казалось, что я никогда не сяду за руль в этих городах Потому что все носились как бешеные Что в столице России, что в столице Татарстана Однако прошло время И вот мы становимся просто мега цивилизованным царством-государством Где люди приучены пропускать тебя на пешеходном переходе Это огромный прогресс Здесь ты ходишь совершенно спокойно Мы живем... Ну, конечно, мы сейчас говорим в основном про мегаполисы Но вот если говорить про Казань Про Казань абсолютно безопасный город И еще я заметил очень хорошую перемену В те времена в середине нулевых Заходишь в любое кафе, сидят одни девушки И смотрят на тебя такими достаточно голодными глазами А поскольку ты сам заходишь, в общем-то, не один То эти голодные глаза сразу опускаются в стол Я тогда спрашивал у своего знакомого А почему? Говорит, а вот не ходят местные мужики в кафе и рестораны Сейчас с этим все нормально Кафе и рестораны забиты И там и юноши, и девушки, и мужчины, и женщины И, в общем-то, кого там только нет Потому что прогресс на лицом Ну а с другой стороны На берегу этого самого озера Казань Стоит вот это здание Голубенькое В самом центре города Видите, какой чудесный вид из него открывается Смотрят оно и на самого озера, и на парк Здесь у нас будет школа 21 Это школа при Сбербанке Где и вы, и вообще все, кто угодно Могут бесплатно стать программистами Есть ряд преимуществ Есть ряд условий, о которых я скажу дополнительно сейчас Но самое главное, что даже если вы приедете в город Казань Из других населенных пунктов нашей необъятной родины То вы получите место в общежитии Но мне кажется, это даже неплохой вообще Случай для того, чтобы познакомиться с этим дивным городом Заодно освоить новую профессию Ну и, соответственно, окунуться В необъятный мир IT и программирования Преимущество школы 21 заключается в следующем Во-первых, обучение бесплатное Во-вторых, неважно, кем вы являетесь на данный момент И какой у вас уровень подготовки Школа готова принять любого, лишь бы у вас было реальное, а не надуманное желание Постигать науку программирования В-третьих, у школы удивительно лояльный график работы 24 на 7 вы сами выбираете, когда вам удобно учиться Что вы должны сделать, если у вас есть желание учиться в самом центре города Казани? Запомнить заявку, которую вы найдете на сайте Я помещу ссылку в описании под видео Пройти две онлайн-игры на памяти логику Затем, что логично, пройти интервью Потом наступает 4 недели бассейна Это период тестового обучения, во время которого выясняется Насколько вам самим интересно программирование Если вы в этом бассейне не тонете, то наше поздравление вы в команде Что еще помимо общежития из приятных моментов ждет вас? Оплачиваемые стажировки лучших работодателей Поэтому не затягивайте, количество мест ограничено А время только до 20 декабря Поторопитесь Весной этого года у нас был тур с моим коллегой Егором Яковлевым По городам и весям И вот в городе Казани встреча с нашими зрителями проходила здесь В пространстве, которое называется Штаб Мне здесь очень понравилось Мне понравилась публика, которая к нам пришла И сегодня мы здесь в гостях И вот с нами администратор этого замечательного заведения Представьтесь, пожалуйста Меня зовут Мансур, я управляющий штаба Мансур, в двух словах вообще Что это за пространство, для чего оно было создано И какие цели преследует? Штаб открылся в 2015 году Был запрос в Казани Было очень много сообществ И представителей креативных индустрий Дизайнеров, архитекторов, IT-специалистов Которые уже существовали, которые работали Но у них не было места, точки сборки Где они могли собраться, обсудить что-то Поработать в комфортных условиях И поэтому мы открыли такое пространство Где они могли бы как в дневное время поработать В комфортное время А в вечернее время для них какие-то образовательные программы Какие-то интересные мероприятия, события В том числе, как раз, которые были у вас То есть это то, что сейчас называется старославянским словом каворкинг Грубо говоря, да Понятно Вообще, вы в Казани как? Вы уникальны или у вас есть там какие-то еще конкуренты? Вообще, как вот обстоит дело с каворкингами в Казани? Смотрите, тут немного отличия У нас каворкинг как дополнительные ценности Все-таки основное направление это резиденты То есть офисы именно проектов ценных Которые уже на долгосрочной аренде Которые уже сформировались и работают Каворкинг это все-таки история больше про фрилансеров Про какие-то проектные деятельности Каворкинг у нас для того, чтобы именно резиденты И какие-то вместе с фрилансерами Какими-то проектами вместе уже в коллаборации Что-то выполняли То есть у нас это как дополнительная ценность В Казани, в принципе, есть другие каворкинги Но, к сожалению, очень часто закрываются Выживают только какие-то большие проекты Например, это GrowUp есть, Telegraph каворкинг А из таких пространств, которые объединяют несколько форматов Есть, в принципе, например, центр современной культуры смены Там, конечно, больше это не про каворкинг Не про работу, это про выставки Про тоже про лекции, про искусство Но, в принципе, туда тоже можно прийти поработать А насколько вообще, вот с какими сложностями связан Ну, уж будем говорить откровенно, все-таки бизнес С какими сложностями связано нахождение вас здесь Вы находитесь в очень неплохом месте В самом центре города Я так понимаю, там есть и аренды И все такое, и прочее Ну, на самом деле, для всех проектов В принципе, сложность вначале возникает С, грубо говоря, намоленностью места То есть вначале мы проводили различные мероприятия Что-то, но приходило там 3-4 человека В принципе, и нашей задачей было как раз-таки Через резидентов привлечь сообщество Именно уже привлекать те бизнесы У которых есть какая-то аудитория Вот, и, в принципе, основная задача Это привлечь аудиторию и показать, что эта площадка Комфортна для мероприятий и для работы То есть сейчас наши площадки проводят различные мероприятия Как федеральные, не только локальные, но и федеральные То есть, допустим, у нас на прошлой неделе было мероприятие от SkolTech А на этой неделе у нас будет инсталляция от IKEA И различные мероприятия Именно, в принципе, мероприятия приносят основной трафик И основную доходность таких Вот, ну, грубо говоря, в начале, понятное дело У всех таких площадок тяжело именно с аудиторией Что нет возможности И нужно постепенно просто увеличивать трафик Не знаю, ну, работать над этим Не знаю, насколько это будет корректный вопрос Но вы сейчас в каком состоянии находитесь финансовым? То есть вы в спокойном? Или вы там как-то выживаете? У нас, в принципе, сейчас все хорошо Мы даже стараемся уже, наверное, в прошлом и в этом году Мы стараемся выходить за пределы площадки То есть проводить какие-то городские мероприятия Выездные, что-то делать на других фестивалях, форумах В принципе, потому что у нас площадка немножко ограничена У нас нет двора Поэтому летом здесь немножко как бы в событийном плане пустует Но за счет этого у нас есть время И поэтому мы стараемся проводить что-то вне площадки В городе В принципе, все хорошо Мы думаем, как расширять формат, делать что-то новое Если бы у вас была бы возможность пойти и поучиться на программистов Бесплатно, вот вы бы как к этому отнеслись? Я бы отнеслись к этому с радостью Потому что я как управляющий такого пространства Мне очень важно иметь разные навыки В том числе, как бы я занимаюсь и дизайном, и текстами И как бы даже приходится, условно говоря, наполнять наш сайт Работать с ним И когда ты работаешь с людьми разных направлений В том числе, IT-специалистами Тебе важно говорить на одном языке Понимать, чего они хотят, какие у них запросы Ну и в том числе, знать какие-то базовые вещи Ну, всегда полезно А вот вообще, IT-сфера, вот на ваш сторонний взгляд Ну, а уже, может быть, и даже не сторонний Как бы вы по-своему описали? Она многогранна, она огромна Но, тем не менее, вот, когда мы произносим IT У вас какие ассоциации с этим? Смотрите, с IT у меня сейчас Вот в последнее время все больше понятно Если раньше, я думал, это какое-то создание сайтов Что-то еще сейчас у меня уже Это сознательно расширилось Благодаря мероприятиям, которые проходят на площадке Это и искусственный интеллект И нейросети, и работа с большими данными И что еще? Ну, буквально все можно вместить в IT Потому что без именно разработки Без какого-то программного кода Нельзя сделать уже что-то в наше время И он, наоборот, облегчает То есть та же самая архитектура, например Тот же самый дизайн Благодаря каким-то работам нейросетей Работа с большими данными То есть обработки их Мы получаем какую-то уже аналитику Хорошую, качественную И в то же время быструю То есть не когда работает там, грубо говоря Там обзвон какой-нибудь колл-центр А то есть мы уже собираем данные Из открытых источников Из всех соцсетей И получаем их уже в приемлемом качестве Для работы дальнейшей Как бы вы описали город Казань В контексте общероссийском Вообще вот в чем, на ваш взгляд Не знаю, преимущество этого города А может не преимущество Вообще в принципе такие черты Характерные для него У нас очень сильно развиты Какие-то локальные сообщества Именно, наверное, вот одна из точек Как раз-таки притяжения Если говорить о штабе, о смене Других каких-то проектах Мы именно являемся такими точками Притяжения этого сообщества Возможности для их реализации То есть есть те же самые, допустим, IT-специалисты У нас на нашей площадке В месяц, наверное, три раза проходят Разные сообщества IT Там это кто-то пишет на Java Кто-то пишет там еще на чем-то И они просто собираются В неформальной обстановке Там, знаете, с пивом Там заказывают пиццу И они собираются И слушают доклады То есть именно в такой неформальной обстановке Поэтому, мне кажется, преимущество в Казани Именно в том, что здесь Сильно развиты и работают Локальные сообщества Которые поддерживают друг друга И что-то стараются делать совместно Отлично Спасибо большое за интервью Удачи вам в вашем населении Спасибо Все любят котиков И всегда их любили Со времен фараонов И до наших дней Как вы знаете В Казани самый популярный памятник Один из Вот этот, на мой взгляд, конечно Вызывает определенные вопросы Его эстетическая значимость Но людям нравится Все забираются Гладят его по пузику И так далее Естественно, с этим связано Огромное количество баек Официально считается, что Это кот Казанский Один из тех котов Которых По легенде Ставший уже практически Былью Вывезли в Петербург В новую столицу Во времена Елизаветы Сейчас, надо признаться Действительно, есть Коты в Эрмитаже У меня на канале Существует выпуск Где я беру интервью У Юрия Молотковца Фотографа Эрмитажа Который ведет Официальный аккаунт В Инстаграме И где он рассказывает Про этих самых Эрмитажных котиков Которых он Постоянно фотографирует И они пользуются Колоссальной популярностью Во всем мире Соответственно В 18 веке Точно такая же была проблема С мышами Особенно с крысами Поэтому Варьируется количество От 30 до 35 котов Было здесь Поймано в Казани И отправлено В Петербург Если вы погуглите То вы даже найдете Указ Согласно которому Все это Производилось Кота зовут Алабрыс Естественно В народе родилась легенда Что отсюда Произошло слово Брыс Точно так же Как есть Неподалеку от Казани Город Агрыз Который посещала Екатерина II И мол Вступая Из кареты Она сказала Ай грязь И поэтому Он получил такое название Но такие легенды Есть повсюду Например В Петербурге Есть район Автова И существует легенда Почему он так был назван Все погорело И вот приехал туда царь И спрашивает Ну что Какие у вас тут есть Беды И один ему Из Кристиан говорит Ну вот смотрите Вот у Автова Значит Вот это Погорело А вот Погорело А вот у Автова То Мол отсюда Оно и пошло Ну Попал на Русь Подобными Соответственно Историями А вот С этим котом Связано Ну вообще Это герой Лубков Надо сказать Еще Тоже С 18 века Стихотворение Которое ходило В то время Звучало Следующим образом Алабры Скот Казанской Ум Астраханской Разум Симбирский Ауз Суса Терского Славен Жил Сладко Спал Ну и Заканчивается Оно Сладко Ел Сладко Бздел Последнюю фразу Конечно же Нужно было купировать Но на нее намекает Горшок Который стоит Под этим памятником Факт остается фактом Если вы ступите Шаг влево Шаг вправо Вы везде найдете Этих самых Казанских котиков Они становятся Символами Проводимых здесь Мероприятий Ну что ни мудреного Поэтому Один из таких котиков Даже появился у меня Благодаря Замечательному человеку Который меня здесь Сегодня принимал Я маленький Мяукающий Бэтмен А Екатерину здесь звали Абиб Паша Бабушка царица Потому что она действительно Очень многое сделала Как для региона Так и для города Казани В принципе Ее очистили Во многих других городах И даже В Москве В бывшей столице А вот здесь На перекрестке Улиц Бауманская Это такой Местный Арбат И Мусы Джалиля 22 июня 1941 года Жители города Казани Слушали Новость Об объявлении войны Репродуктор висел Вот с этой стороны А вот этот вот дом Где Естественно Находится Сувенирный магазин Который Естественно Называется Кот Казанский Он виден на фотографии Которая осталась С того времени И надо сказать Что история Второй мировой войны Связана напрямую С Казани Как с одним Из центров эвакуации Так и С тем городом Который Поставил Огромное количество Военных кадров Для нашей армии Рустам Ханану Совершенно замечательный человек Который помогал мне Во многих проектах Которые я делал Здесь В Казани И которые Занимаются Крайне интересной темой Связанной со всеми Межнациональными отношениями Потому что Казани Все что вокруг нее Это Целый конгломерат Народностей Вот я бы хотел Спросить у Рустама Как у специалиста В данной области Ну поскольку Скажи где ты работаешь Чтобы люди понимали Почему ты специалист В этой области Я заведующий Информационным центром Дома дружбы Народов Татарстана И там Огромное количество Различных народов Присутствует И это Действительно Культурный центр Так вот вопрос Заключается в следующем Как вообще Уживаются Сколько народностей Как они уживаются Как это все Здесь организовано И так далее Ну вот территория Татарстана И Казань в частности Это исторический Многонациональный регион На сегодняшний день По переписи Десятого года 173 национальности Проживает И Казань Всегда являлась Таким центром Который объединяет В себе Многие народы Здесь например Разрабатывалась Марийская письменность Здесь Удмуртская Письменность Разрабатывалась Это всегда был Городом Центром культуры Центром языка Народов по Олжии И исторически Так уж сложилось То что Мы все соседи И Ссориться Это глупо просто И что самое важное Здесь Я так понимаю Это мое личное Твердое убеждение Здесь всегда умели Договариваться Между собой А это самое главное Что делается сейчас Для поддержания Всех этих национальных культур В республике Огромная работа Этому уделяется Есть С 92 года Работает Ассамблея народа Татарстана Это общественная организация Которая по сути Собой заменяет Любое другое Какое-то Министерство Ведомство То есть Это общественная организация Которая занимается Межнациональными отношениями Дом дружбы Это материально-техническая база Собственно для деятельности Ассамблеи народов Татарстана На сегодняшний день Это 37 национальных общин Представители 37 разных народов Имеет свое представительство В Доме дружбы И свой голос В Совете Ассамблеи народов Татарстана Заключены договора С различными министерствами В том числе силовыми Ежеквартально Проводится работа С представителями прокуратуры Таможенной службы Наркоконтроля И в режиме Круглого стола Они друг напротив друга сият И задают Острый вопрос Например Узбека Коутин неправильно Приняли в миграционной службе Или наоборот Кто-то совершил Какое-то правонарушение И То есть это всегда на мониторинге Всегда на контроле И все дело решается довольно быстро В этом смысле Ну и плюс главное Чем занимается Ассамблея народов Татарстана Это сохранение родных языков Традиции и культуры Вот И именно для этого И существует Ассамблея народов Татарстана В этой связи Насколько Безопасен вообще Город Казань И район Татарстана С точки зрения Межнациональных отношений Межнациональных конфликтов То он абсолютно Спокоен Я честно говоря Не припомню Каких-либо Обострений На этой почве Да Кто-то что-то пытается раскачивать Но на самом деле Это ерунда По большому счету Дураков Везде много А Основная масса населения И Представители разных народов Понимают Что такое Живя в мире И согласии Как бы это пафосно не звучало Мы можем достичь того Чего достигает Татарстан В сегодняшние дни Вопрос такой Не совсем обычный Неожиданный Я бы сказал А вот скажи пожалуйста Если бы Тебе предложили бы Бесплатно Отучиться на Программиста Вот Ты бы согласился В принципе Наверное да Потому что Есть понимание того Что То чем я занимаюсь Оно Все уходит Тем не менее В сеть в интернет Да И овладение Новыми Специальными способностями В этой В IT сфере Непосредственно Оно было бы Очень значимое Для дальнейшего Своего роста Слушай Какие у тебя Любимые места Вообще в Казани Вот что бы ты Порекомендовал людям Которые сюда приезжают Может быть Из того Что все знают А может быть Из того Что не все знают Из того Что все знают Ну понятно Это традиционно Казанский Кремль Улица Баумана Набережная Кремлевская И набережная Кабана Так Например В свое время Когда люди говорили В интернет Хватит Кормить Кавказ Я всем Советовал Посетить На улице Тука Дом Шамиля Так называемый Где В свое время На татарской Девушке Женился Сын Имама Шамиля Того самого Который Возглавлял Восстание На Кавказе И Прожил Здесь Довольно Долгое Время И Дом Сейчас Этот Сохраняет Имя Собственно Сына Имама Шамиля Вот Как пример Того Что Национальные Вопросы Они могут Решаться Даже Несмотря На то Что Ему Причаст Какой-то Негативный Бэкграунд Какое Тебе Любимое Блюдо Национальной Татарской Кухни Лапша Суп Лапша Понятно Ну что Спасибо тебе За интервью Хочу пожелать Всех Успехов На твоем Прекрасном Поблище Взаимно В каждом Городе Есть свой Культурный Бренд Ну например В городе Нижний Новгород Это Однозначно Горький В городе Казани Помимо Местных Героев Таких Как Габдол Атукаи Мусаджалиль И так далее Есть конечно же Федор Шаляпин Шаляпин Все Шаляпин Гостиница Шаляпин Памятник Шаляпин Ресторан И так далее И так далее Феденька В молодости Дрался Вот здесь Вот на этой территории Когда тут все замерзало С одной стороны Была Татарская Слобода С другой стороны Калуга Так называемая Где он проживал И сюда на лед Выходили кататься На коньках Ну и как обычно Парень Ты с какого берега Прилетает Потом Подтягиваются Более взрослые Ребятишки И начинается Кулачный бой Правда Был свой кодекс чести Не использовали Ни палок Ни кастетов Ни свинчаток Если это замечалось То соответственно Прилетало с обеих сторон Такому персонажу Ну это было на самом деле Стандартное развлечение В то время Поскольку Как вы знаете Ни ММА Ни бокса Ничего подобного Не существовало Особенно в соревновательных Аспектах Поэтому народ Развлекался как мог Вот как сам Федор Шаляпин Вспоминал об этом Прекрасно на Кабани Летом Но еще лучше зимою Когда мы катались На коньках По синему льду И когда по праздникам Разыгрывались кулачные бои Забава тоже Говорят нехорошая Сходили с одной стороны Мы Казанская Русь С другой Добродушные татары Видите Добродушные татары Начинали бой маленький Бывало мчишься на коньках Вдруг откуда не возьмись Вылетает ловкий татарчонок Хлысть тебя по физиономии И с гиком мчится прочь А ты прикладываешь снег К разбитому носу И беззлобно соображаешь Погоди Кожаная рыла Я тебя накажу И в свою очередь Колотишь Зазевавшегося татарчонка Эти веселые Кавалерийские схватки На коньках И один на один Постепенно развиваясь Втягивали в бой Все больше сил Русских и татарских Коньки сбрасывались с ног Их отдавали под охрану Какого-нибудь из товарищей И шли биться массой В пешем строю Постепенно ступали В бой подростки За ними шло Юношество И наконец В разгар боя Появились Солидные мужи В возрасте Сорока лет И выше Я могу себе представить Это Действо Дрались отчаянно Не щадя ни себя Не врага Но и в горячке Яростные битвы Никогда не нарушали Искренне Установленных правил Лежачего не бить Присевшего на корточке Тоже Ногами не драться Тяжести в рукавице не прятать А у кого Уличали в том Что он прятал в рукавице Пита Кружейную пулю Или кусок железа Того и недодушно били И свои И чужие Для нас Мальчишек В этих побоищах Главным их интересом Являлись силачи С русской стороны Силачи являлись Двое банщиков Меркулов И Жуковский Почтенные Уже старые люди Затем Сироткин И Пикулин В доме которого С иконной я жил Это был человек Огромного роста И широкоплечий Рыжеватый И кудрявый С остренькой бородкой Ясными глазами У него была Голубиная охота Такой добрый человек Голубей разводил А в свободное время Ходил мордой Всем крушить Который он В страсту увлекался Я помогал ему Гонять голубей Влезал вместе с ними На крышу Ну и дальше Уже идет Описание того Как он гонял Эти голубей Ну вот видите С таким добродушием Пишет Хотя я думаю Что прилетал Там нехило И в общем-то Бывали скорее всего И сломанные носы И выбитые челюсти И зубы И ни одно Сотрясение мозга Казань имеет Непосредственное отношение К рождению Советской авиации Вот здесь На берегу озера Кабан Повесили ряд Исторических вывесок Но это понятные Репринтные Вещи Но я позволю вам Зачитать одну из них Во-первых да Общегородская массовка Тогда называлась Посвященная дню авиации И здесь Перечисляется что есть Помимо выставки Аэроклуба Выставки Морского пункта Осовиахима Здесь еще Голубеводов Осовиахима Я спешу вам напомню Что Осовиахима Общество содействия Как раз Авиационной химической промышленности Это такой Прото ДСААФ Где Люди могли Свободно После работы Время Прийти Пострелять из пулемета Покидать гранаты Причем Девушки в том числе Прыгнуть с парашютом Ну в зависимости от Я вот каждый раз Когда на экскурсии Вожу людей Показываю Сохранившиеся знаки Осовиахима Которые висят Много Где Если присмотреться Вы их увидите То говорю Что вот в наше Нынешнее время Вот Офисный планктон Мне кажется С удовольствием Бы ходил После работы Кидал бы гранаты Строчил из пулемета Стрелял бы Из винтовки Прыгал бы с парашютом И особенно Если бы Это бесплатно Но И в общем-то Таким образом К началу Великой Отечественной войны Уже были Либо Вполне подготовленные Либо Почти подготовленные Кадры Для диверсионной работы Соответственно Когда мы задаемся Вопросом Откуда все эти Там не знаю Девушки-снайперши Да вот они Из Осовиахима Ну и вот смотрите Работают 15 Моссовиков-затейников Фейерверк И так далее Веселое Было Время А вот На этом действии Я не был Это конечно Большая жалость Оно случилось В 1925 году Смотрите Царь Николай II Актер Ракитин Естественно Александра Федоровна Феликс Юсупов И Григорий Распутин Распютин Тут у нас И все Дмитрий Павлович Пуришкевич И Та-дам Цыганский хор Комиссия При Временном Правительстве И так далее Песов написано И поставлено По подлинным Надо сказать Документам Вот этой Чрезвычайно-следственной Комиссии При Временном Правительстве Кстати Вот буквально Недавно Опять-таки Водил экскурсию Рассказывал Что секретарем Этой Комиссии При Временном Правительстве Был Поэт Блок Который Собственно Фиксировал Все что они там писали Это не очень известный Факт Из его биографии Фреска на этом Простом Пятиэтажном доме Как бы намекает И в общем-то Даже если постараться То можно там Прочитать на фюзеляже Ну типа Сталин Конечно там написано Не Сталин Дело в том Что это тот самый дом Где Василий Сталин Сын Юсифа Виссарионовича Проживал после того Как его Выслали Это уже было И После тюрьмы В которую он присел При Хрущеве Из которой вышел И вроде там Ему сказали Извини парень Отправили полечиться Но вот в итоге Сослали в Казань И здесь собственно Он и умер Ну что С песни слов не выкинешь Бухал конечно Страшно Ну а как тут не забухать Когда в общем то Как он еще при жизни говорил Я жив пока Жив он Имеется ввиду Его отец И Ничего нет Ни мемориальной доски Ни памятника Хотя Насколько вот Я знаю Шла речь о том Чтобы повесить сюда Мемориальную доску А так Если проехаться То даже не догадаешься Что Ну Абсолютно Утилитарная постройка Если бы Опять таки Еще раз могу сказать Не вот эта вот Фреска Можно и не догадаться Хотя Не нужно привязывать Эту фреску К Василию Сталину Но Нельзя забывать Что он у нас был Одним из главных Вообще Деятелей Авиации На тот момент И Небезывестный клуб Крылья Советов В общем то Имеет к нему Непосредственное отношение Поскольку он Увлекался Спортом И Организовывал Свои общества Клубы И перетягивал туда Всех лучших Спортсменов Клуб спортивный Который носил Название ВВС Переводился Народом Как Возьму всех Спортсменов Это Про него Если У нас Автобус Французская Летобус То В Казани Когда-то Существовал Барабус Это Были такие Сани Розвольни Которые Возили В основном Зимой Местный народ В основном Народ Не то чтобы Неимущий Но не очень Богатый А происходило Это название От слова Барабус Типа Поехали Давай Давай Ну Татарское Слово Соответственно С транспортом В Казани Все нормально И Удивительное Дело Если Скажем В Москве Вот я У меня сколько раз Было В дождь Вот как сейчас Ну сейчас Такой не очень большой Дождь А серьезный Дождь Тебе надо Заехать буквально За угол Ну вот От Трубной До метро Достоевский Вот такое расстояние Все равно 200 там Не знаю 48 рублей В Казани Вы легко Можете доехать За 61 рубль Ну вот Сам это За 64 Да Там дождь Цены повышаются Тем не менее Только что Ехал на Такси Меня узнали И водитель Тоже мне Рассказывал Массу интересного Я ему задал Вопрос Кстати Ну он правда Ездит Типа на Бизнес Классе Это не потому Что я бизнес Класс Заказываю Мне просто Яндекс Такси Предложил По цене Комфорта А комфорт Он мне сначала Предложил По цене Эконома Это была Такая Многоступенчатая Многоступенчатая Операция Яндекс.Такси Для меня И я его спросил Как бы реально Зарабатывать Он говорит Ну если нет Семьи и детей То вполне Вот Но Мы Для чего Здесь вот Встали В этот Солнечный Теплый Казанский день Для того Чтобы Попробовать Выяснить У самих Жителей Казани Они-то Сами Вот как бы Как оценивают Свой город С точки зрения Ну вообще Инфраструктуры Жизни здесь То есть Какие Какие С их точки зрения Есть Плюсы В этом городе И Самое главное Имеет ли смысл Сюда переезжать Кстати тоже Интересно было бы узнать Потому что Может быть у них Есть какая-то Боязнь Что приедут Лишние люди И отнимут Хлеб Или еще что-нибудь Угодно Поэтому Вот сейчас В таком Онлайн Режиме Онлайн Оффлайн Режиме Я имею в виду В бесперерывном Режиме Как мы это обычно Делаем С перемоточками С купюрами Мы к этому Делу И приступим Поехали Ребята Можно задать вопрос Про Казань Про ваш родной город Нет Ну Практика Я скажу Сразу Показывает Уличных опросов Что не все люди Готовы отвечать На камеру Даже если В данном случае Это абсолютно Невинный вопрос Это вам не Знаете Не опрос в Вашингтоне Или там В Нью-Йорке Что вы там думаете Про Россию и Путина Нет Это в общем-то Вопрос Про прекрасный город Казань Столица Татарстана Ребята Можно задать вопрос Про ваш любимый город Как мы опять Можем убедиться Очень отзывчивые Живут у нас люди Но на самом деле Только у нас Как бы Самые Самые отзывчивые люди Это чернокожие В Америке Вот они всегда Hi man What's up Белые там тоже Знаете Такие достаточно Дистанцированные Извините ребята Можно задать вопрос Про ваш любимый город Казань Да Я просто сам из Петербурга У меня вот вопрос Следующего образа Как бы вы Характеризовали Свой родной город И что вам в нем нравится Ну в первую очередь То что здесь Собралось очень много Разных санкциональностей И все мирно дружат То есть никаких конфликтов Нет между собой С точки зрения Вот Вы кто по профессии Если не секрет Руководитель Вот с точки зрения Вашей профессиональной Прикладности Если можно Реализации Вы как Находите Этот город Очень удобный Особенно Для Тех Кто Ну приезжает Из других городов Даже из других стран Потому что Все таки Казань Национальная страна Точнее не страна А город Ну можно сказать страна Потому что Татарстан Немножко такой Субъект Российской Федерации Отдельный И здесь Можно себя Реализовать То есть Вы бы порекомендовали Например Людям Ну Не знаю Насчет Кто поедет из Москвы Хотя такое тоже Может быть возможно Да Переезжать в ваш город Да конечно Рекомендую Потому что Все таки Если брать Москву Санкт-Петербург Все таки Это мегаполисы В которых Ну тяжело жить Очень дорогое Жилье Очень Такая жизнь Как вам сказать Бешеная Все стремятся Бегут куда-то А здесь При том что Не такое Прямо С ног Дорогое Жилье И при этом Что город Является Ну европейским В принципе Европейский город И это все оценивают Все это видят Поэтому очень много Я вижу Кто сюда переезжает Спасибо большое Приятного вечера Ребята Можно задать вопрос Про ваш родной город Казань Нет Нет Не хотим Но это К сожалению Совсем не Русскоговорящие Стоят товарищи Поэтому у них Мы не будем Ни о чем интересоваться Здесь пожалуйста Можно задать вопрос Про Казань Ребята Можно задать вопрос Про Казань Я вижу Спасибо Извините Ребят Можно задать вопрос Про Казань Про Казань Можно задать вам Один вопрос Я просто сам Из Петербурга Скажите пожалуйста Как бы вы Охарактеризовали Ваш родной город Его какие-то Плюсы Минусы Ну Казань Это не мой родной город Но могу охарактеризовать так, что... Извините, а вы сами откуда? Из Челнов. А, ну вы недалеко, в общем-то, находитесь. Казань, в принципе, мне нравится, потому что это не такой огромный город, как Москва. Это здесь более-менее, ну, дороги. Потом, ну, народу не так много. То есть вот здесь вот сейчас видите главную площадь, и, в принципе, не толпятся никто. Вот. Ну, вообще, это больше, чем Челны. Челны – это деревня по сравнению с Казанью. Мне вот это все нравится. А вы сами хотели в Казань переехать? Да, я вот планирую, сейчас переезжаю потихоньку. Понятно. А свою профессиональную будущность в чем видите? Здесь? Да. Ну, или здесь, не знаю, вообще. Здесь, в IT-сфере. В IT, да? А вы, соответственно, программистом хотите быть? Я уже работаю, да. Я уже работаю программистом. Программный инженер. То есть как бы вы характеризовали Казань с точки зрения IT? Это IT-столица, можно сказать. Ну, это, конечно, не Петербург, но здесь в Казани тоже у нас Иннополис есть. Ну, здесь КФУ и ТИС, ну, вот я учусь там. Тоже очень хороший институт. Спасибо большое. Конечно, что. Ну, как видите, я ничего не придумываю, я ничего не подверстываю, подойти. Да. Девушка, я из Петербурга. Как бы вы охарактеризовали ваш родной город Казань, если он родной? Нет, город не родной. Я сюда переехала 4 года назад. Город очень красивый, на самом деле. Красочный. И у меня одноклассница тоже недавно сюда переехала. Сначала может показаться, что он не такой большой. На самом деле много районов отдаленных, которые стоит тоже повидать, на самом деле. Город очень красочный, очень красивая набережная. Один Кремль чего стоит. На самом деле, в основном на фотографиях мы видим только один Кул-Шариф. Также очень красивая набережная, кукольный театр. Тоже очень много красивых мест. И люди такие приветливые, радужные. А откуда вы сами переехали? Чебоксары. Вот тоже, в общем-то, не так далеко. Да. Скажите, пожалуйста, а вы по профессии кто или может вы учитесь? Я отучилась на дизайнера. То есть, достаточно креативная профессия. И как вы видите себя в плане реализации в Казани? Ну, в дальнейшем, вот я здесь уже осталась, получается. Работаю на данный момент. Вы бы порекомендовали каким-то своим знакомым или те, кто вот увидит вас переехать в Казань? Я всем своим в Чебоксарске говорю, переезжайте. Вот, здесь здорово, круто, на самом деле. Вот, высокие, повыше зарплаты. Вот, и плюс ко всему, жить, я бы не сказала, что здесь дорого жить. В Чебоксарах дороже. Да? Да, да. Вот это новость, Слада. Игнатьев. Игнатьев. Понял? Давай, спасибо большое. Я покажу тебе, где я буду. Ну, это для YouTube-канала. Да. Ребята, можем задать один вопрос про Казань, про ваш родной город? Я просто сам из Петербурга. Вы из Казани? Ну, я нет. Я здесь учусь. А, вы здесь учитесь. А где вы родились? В Уфе. В Уфе. Хорошо. А почему вы, например, поехали учиться в Казань? Ну, как-то я приехал сюда с семьей на соревнования. Ну, неважно. Мне просто понравился город, архитектура. И подвернулась так, что я поступил сюда. Помимо архитектурных особенностей, в Казани еще есть что-то, что вам нравится? Ну, я живу тут второй год. Ну, за два года, мне кажется, можно что-то понять. Ну, мне архитектура просто нравится. Пока что я ничего такого особенного не заметил. На кого вы учитесь, естественно, секрет? На актера. А, на актера? Ну, мне кажется, для актера вам как-то надо побольше самовыразить. Ну, здесь хорошие театры. Да? Да, Качаловский. Качаловский. Да, тут, в принципе, много театров хороших. Ну, хорошо. Хотелось бы пожелать вам удачи на вашем актерском поприще. Да, спасибо. Спасибо. Да. Ну, наверное, актер определенного жанра, скажем прямо. вроде не такой страшный на самом деле хотя конечно если почитать некоторые комментарии под некоторыми видео я ужасен отвратителен невоспитан и вообще быдло но сегодня я постарался таким не быть девушка здесь можно вопрос один задать про казани да сказать пожалуйста вы сами сказали нет я живу здесь семь лет я из ижеска почему переехали в казани я училась здесь понятно как бы вы характеризовали казани что вам здесь нравится довольно развитый город мне кажется самый оптимальный город для жизни в россии в москве слишком людно слишком громко суматошно питер слишком спокойный и своеобразный по погоде оказание то что среднее между тем что нужно обычному человеку который хочет развиваться заниматься чем-то интересным вы на кого тучились если не секрет социолог о социолог для вас есть здесь простор для деятельности вашей профессии но нет честно говоря я не работаю по профессии у меня нет желания но мне интересно было учиться но я мастер подрядом мастер подрядом а где же у вас подготовиться скоро будут да ну ладно надеюсь вы будете не менее прекрасны спасибо вам приятного вечера казань город для мастеров подрядом молодой человек может вам один вопрос задать про казани сказать сами вы сами сказали нет прежде а сколько вы здесь уже находитесь так но уже полгода как бы характеризовали казани красиво приятный город хорошие люди добрые а сами откуда переехали судмуртии город пашга понятно вы каком виде видите ваши саморализации сказания ну в идеале работать работать а в каком русле каком направлении ну работу электриком по специальности хорошо спасибо донесло до свидания только у нас россии есть вот такой вот выражение знаете как психологии называется выражение ноль по моему да когда даже с вроде вроде я человеку даже страшно подходить ну то есть ты думаешь сейчас я нарушиваю интимную зону показать здравствуйте можно задать вопрос про казань я сам из петербурга сказать пожалуйста вы сами сказания нет но этот пять лет живу понятно откуда вы переехали из бога ли мы скажите как бы вы охарактеризовали казань хороший красивый город а вот в профессиональном плане вот например вам удалось саморализоваться да да определенно а если не секрет я работаю на себя я делаю сайты и тут в принципе есть клиенты есть компании которым это нужно и хорошо а как бы вы охарактеризовали казани с точки зрения вот айти программирование если здесь простор до деятельности да конечно определенно есть тут тут принципе есть и средства для реализации вообще для себя для идти для компании своей для стартапов каких-то хорошо спасибо большое пожалуйста для чего для этих каналов как называется ну меня зовут павел перец вы можете погуглить в любом канале и у нас там будет репортаж из казани хорошо хорошо пожалуйста ребят можно задать вопрос про казани я сам из петербурга скажите пожалуйста вы сами сказания я нет есть сибири а вы здесь живете ли приехать учиться до учиться а где вы учитесь на секрет нет в каниту как ты ну электроэнергетика электротехника как бы вы охарактеризовали казань ну казань ну очень красивый классный город помимо красоты и классности вот если брать например вашу профессиональную специализацию или самореализацию будущую вы собираетесь остаться или вернуться куда-то быть ну посмотрим как пойдет но то есть здесь много перспектив все равно а вы если не секрет я тоже в каниту учусь как-то логично предположить а вы откуда а тоже из казани а вы сказали да а вы бы что сказали про свой родной город ну естественно для приезжих может быть это здорово класс то есть но если то есть город построен только на цену в центре то есть самые красивые места так скажем интересный даже те же самому сей только вот в центре а вот именно по окраине ну немножко да да а вот с точки зрения там ритма жизни и прочее как бы вы характеризовали свой город особенно если сравнивать с другими мегаполисами ну я думаю немножко отстает то есть не хватает то есть допустим даже час добираться но это не проблем как москве часа 2 хорошо спасибо большое ноу 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 россия страна социофобов видите девушка можно задача вопроса про казань вы сами сказания как бы охарактеризовали свой родной город я просто из петербурга нуя такой маленький уютный маленький и петербургу мне очень нравится петербург но здесь как-то все более тихо и спокойно с точки зрения профессиональной самореализации как бы вы охарактеризовали его здесь достаточно много возможности но с петербургом конечно и москву не сравнит мы не сравним и luego хотя почему бы не сравнить если бы например у вас была альтернатива оставаться или уезжать куда-то? Вы бы что выбрали? Я сама планирую, если честно, за границу, но... Ну, понятно. Так-то да. Мне Казань нравится намного больше Москвы, потому что тут реально более тихо, всё спокойно. И дешевле, может быть? Да, и дешевле намного. И пробок меньше по сравнению с большими городами. Так что оптимальный вариант тут реально в России это третий город и спортивная столица. Тоже много возможностей. Спасибо большое. Пожалуйста. До свидания. Ну, я думаю, мы ещё помучим буквально там небольшое количество людей и выясним. Но в целом, как вы видите, я ничего не придумываю, когда я говорю, что Казань это действительно очень комфортный город. И это правда. Город для жизни, возможно. Девушки, можно задать вопрос про Казань? Нет. Вот если бы про что-нибудь другое... Извините, можно задать вопрос про Казань? Спасибо. Вот как получить благодарность от людей просто спросить, можно ли им задать вопрос. И вам скажут спасибо. Ребята, можно задать вопрос про Казань? Нет, спасибо. А вы удивляетесь, когда видите интервью с большими-большими такими, знаете, нарезками. Почему так происходит? Да вот потому, чтобы тебе даже сделать 10-минутный какой-то блиц-опрос, тебе надо опросить людей не на 10 минут, а на 2 часа вот так вот стоять на улице и бегать. Ну, в принципе, если вы видели мои опросы из моих заграничных поездок, то, собственно, вы могли в этом убедиться. Ну, я думаю, что на самом деле на этом можно смело закончить, потому что итог один. Казань объективно неплоха. Я не буду петь дифирамбы, я уже пропел их в одном из своих выпусках, и, в общем-то, ну, это было, конечно, мое субъективное мнение, но вот вы видели и слышали мнение разных людей, причем приезжих. Я нас сейчас еще поясню, что мы находимся вот в самом-самом центре, это главная пешеходная улица, улица Баумана, здесь вот площадь Гублу-Тукая, известный торговый комплекс Кольцо, не очень удачный с архитектурной точки зрения, на мой взгляд, и вроде как даже с этим что-то пытаются или собираются сделать, вот, но делайте выводы сами, соответственно, и сейчас я пока с вами не прощаюсь, потому что сейчас вам будет еще кое-что, но тем не менее, уже сейчас вы можете что-нибудь там написать. Таким образом, без преувеличения можно сказать, что действительно Казань потенциально IT-столица России, и в эту концепцию идеально вписывается школа 21 от Сбербанка, частью которой вы можете стать, если вы хотите приобрести профессию программиста и реализовать себя в любой ипостаси в данной области. Соответственно, спешите заполнить заявку, напоминаю, что все ссылки есть в описании под этим выпуском. От себя хочу сказать, что мы едем в Париж 27 января и в Берлин 9 марта, 3-5 января у нас тур в Питере, и он же будет повторен на майских праздниках, ну а потом еще летом я точно так же буду его повторять. Если вам это все интересно, пишите мне уже лично на электронный адрес или ВКонтакте, или в общем где вам угодно. Опять-таки вся информация будет указана внизу. На этом все, пишите все, что вы думаете по поводу вышесказанного, увидимся с вами онлайн и оффлайн, пока!